Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно обращаться к каждому, кто слышит меня сейчас. Есть большое желание поделиться Божьим Словом. Учения, которые я сегодня хочу сказать, иллюстрации, которые я хочу сегодня рассмотреть, я уверен, что затронут очень многих людей. Потому что существует, к сожалению, все еще существует в церкви или в каких-то даже религиозных организациях, которых сложно назвать вообще церковью иногда, существует определенная система контроля, знаете, контроля иерархического, которая часто покушается на то в твоей жизни, на что вообще, в принципе, она покушаться, эта система не может. Находятся какие-то люди, которые вдруг заявляют, что все, что у тебя есть от Бога, это из-за меня. И я могу с этим что-то сделать, я могу это отнять, я могу на это повлиять. И если ты выйдешь из-под моего контроля, то ты потеряешь все. Если ты получил здесь исцеление, то, уходя отсюда, ты потеряешь исцеление. Если ты получил здесь помазание, то, уходя отсюда, ты, конечно же, его потеряешь. И таким образом, люди, говорящие что-то похожее, они заявляют о том, практически, что они являются причиной того, что в твоей жизни вообще что-то Божье действует. И многие люди из-за этого, они находятся в очень серьезных оковах, находятся в страхе. Им кажется, что они не состоятся как служители, если они выйдут из-под этого контроля. Им кажется, что они потеряют все Божье наследие просто потому, что их, например, пастор, либо лидер движения, он говорит такие вещи, что все это тебе дано, потому что ты здесь. И сегодня на одном библейском примере, дорогие друзья, я хочу рассмотреть вопрос Божьего наследия, личного Божьего наследия в твоей жизни. Я хочу, чтобы, увидев это откровение, услышав это слово, ты ободрился, чтобы у тебя появилась уверенность в твоем наследии, независимо от того, что говорят тебе люди, какими бы высокими и великими они ни казались в твоих глазах и в глазах окружающих тебя людей. Начну с того, что хочу привести одну историю, я сегодня возьму это за основу. И в 21 главе Третьей книги Царств рассказывается удивительная история. Речь идет о государстве Израиль. Как водится, мы, как верующие люди духовные, мы Израилем часто называем и Церковь Божью. И я сегодня буду двигаться именно в этой параллели. И в государстве Израиль, государством Израиля на тот период, о котором идет речь, правила такая парочка нечестивых правителей. Его, это была супружеская пара, царя звали Ахав, а царицу звали Иезавель. И это два персонажа, которые сочетают в себе массу нечестивых таких качеств, безбожных качеств, беззаконных качеств. Любой верующий человек, который читал Библию, он знает, о ком идет речь. Но, что отличало этих людей, это страсть к власти. Они считали, что это государство, это вообще что-то принадлежащее им. Хотя, это не так. И разыгрывается такая трагедия в этой главе, что однажды царь Ахав, он вышел погулять, и забрел в виноградник благочестивого человека по имени Навуфей. И Ахав говорит ему, давай ты продашь мне свой виноградник. У меня есть прекрасная идея, сделать из твоего виноградника овощной сад. То есть, то, что у тебя здесь виноградник, ну это хорошо. И говорит, я тебе просто дам лучшую долю. Говорит, я тебе дам лучшую долю. Я подниму тебя, я назначу тебе другое служение. Я уже сейчас говорю таким духовно-церковным языком. Я тебе дам другое служение. То, что ты делал, это вообще, ну это не то. Тебе не нужно сейчас возделывать то, что тебе кажется правильным. Тебе нужно делать то, что я говорю. Знакомы иногда слова для очень многих людей. И Навуфей, это благочестивый человек, вдруг оказалось, что ему не все равно, где иметь виноградник. Не все равно, чем заниматься. И Ахав даже предложил ему такой вариант. Говорит, я тебе могу даже денег дать больше, чем стоит этот виноградник. Я тебе могу дать лучший виноградник, либо денег столько, сколько он стоит. То есть, возьми, продай мне это, либо за деньги, либо за более серьезный успех. Иными словами, Ахав хотел, чтобы Навуфей отказался от своего виноградника и купился на предложенные ему с виду более выгодные предложения. Ну, а вот что отвечает благочестивый Навуфей. Он говорит, я зачитаю это. И здесь я хочу кое-что донести до каждого, кто меня сейчас слышит. Дорогие друзья, Навуфей был человеком, для которого этот виноградник не был просто каким-то моментом, в котором он преуспевает. Это не было просто территория успеха. Как часто мы думаем, что Божье наследие – это территория какого-то успеха. Потому что Ахав предлагал ему, ну, как бы, видимо, больше успех. Он мог выбирать что-то, предложенное Ахавом. Но вот что не устроило Навуфея. Он говорит, послушай, этот виноградник достался мне от отцов. Это не просто имущество, которое можно продать. Моя позиция в Боге – это не просто какое-то, ну, это не какое-то назначение. Это не ты мне дал этот виноградник. Мне он достался от отцов. И часто так бывает, я хочу сейчас показать полную картину. Часто так бывает, что кто-то думает, что если ты находишься на его территории, может быть, ты, знаешь, столкнулся с тем, что твой пастор тебе говорит, твой, ну, какой-то лидер духовный тебе говорит, что поскольку ты находишься в моем движении и в моей церкви, то все твое духовное наследие – это я. Это я могу тебе дать это или вот это. Что может тебя защитить в этой ситуации? Тебя может защитить четкое знание от кого и что именно ты получил в наследии. И мне хочется иногда спросить, Навуфей, что являлось основной ценностью, что являлось основанием твоей позиции? И, дорогие друзья, я хочу сегодня сказать, что что в случае Навуфея, что в твоем случае в церкви, в каком-то движении, ты должен знать, что является основанием твоего наследия. Навуфей говорит – это виноградник моих отцов. Судя по контексту, дорогие друзья, отцо отцов или отца Навуфея, тех, которые завещали ему этот виноградник, уже не было в живых. И любой верующий человек, который изучает вообще вопрос наследия во Христе, он знает после чего и причину, почему это наследие пришло в твою жизнь. Это наш первый вопрос. Как приходит наследие в твою жизнь? Навуфей хорошо знал, на чьей бы территории не находился мой виноградник. Какой бы царь сегодня не возглавлял территорию, на которой находится мой виноградник – мое наследие. Единственная причина, почему этот виноградник мой – это смерть отцов. Иными словами, Писание нас учет, говорит, что наследие вступает в силу при смерти завещателя. И мне сегодня хочется спросить, дорогой Ахав, а разве ты умер за то, чтобы у меня было это наследие? Апостол Павел, объясняя Коринфянам вот эти вопросы, он с каким-то даже возмущением, с недоумением говорит, о чем вы спорите? О чем вы спорите? Какая разница, на чьей территории вы сегодня служите? Разве Павел распялся за вас? Первая глава первой книги Коринфянам, первое послание Коринфянам содержит в себе эти слова. Разве Павел распялся за вас? Разве твой пастор умер за то, чтобы у тебя появилась духовная жизнь? Я сегодня не хочу уничижать никакого пастора, на чьей территории люди развиваются в своем духовном наследии. Но я хочу сказать, что ни один пастор не является причиной появления у тебя этого виноградника, твоего удела. Но так часто случается, что человек, который контролирует определенную территорию, определенное движение, определенную церковь, он думает, что все наследие, которое формируется у людей, является у людей, это каким-то образом часть его владения. И это заблуждение. Набуфей говорит, я не отдам тебе наследие своих отцов. И знаете, это серьезное заявление, это заявление с вызовом. Перед тобой царь стоит, перед тобой стоит тот, на чьей якобы территории, на чьей территории находится твой удел. Не означает ли это, что все уделы людей, находящихся в церкви, являются каким-то подарком от лидера движения или от пастора, разве он умер за то, чтобы у тебя это было? И если не он умер, он и не может это отнять, потому что Христос распялся за то, чтобы у тебя появился свой удел. Именно он является причиной, почему у тебя есть этот виноградник. Именно он является причиной, почему ты можешь смело сказать, что никто не может у меня это отнять. Его смерть – это твое право наследства. Его смерть. И сегодня, когда я говорю об этом, я хочу сказать, а что является твоим наследием во Христе? Все, что касается вообще твоей жизни, по вере, является твоим наследием. Получил ли ты исцеление? Независимо от территории, на которой ты ее получил, и церкви, в которой ты находишься. Это наследие от Иисуса Христа. И всякий, кто думает по-другому, является вот этим Ахавом, который просто хочет каким-то образом это наследие присвоить себе. И Навуфей отказал Ахаву. Он говорит, я не отдам тебе наследие своих отцов. Но Ахав на этом не успокоился. Что он начинает делать? Он идет к своей жене и Изавеле. То есть, если, братья, если вы духовный человек, я могу с вами говорить, что Ахав и Изавель – это бывают как две характеристики одного и того же человека. Даже чуть-чуть углублюсь в это и скажу. Ахав – это всегда какой-то мальчишка с неудовлетворенными амбициями, которому всегда что-то надо. Изавель – это часть его личности, которая добывает ему вот эти неполученные какие-то блага. Ему всегда надо что-то чужое. Ему всегда надо сделать, как ему надо. Даже то, что пришло в твою жизнь от Бога, он так и норовит назвать это своим достижением, результатом своего служения и так далее и тому подобное. И он пришел к этой Изавеле, Ахав, к своей жене и говорит. Я хочу обратить ваше внимание на одну деталь, как он пересказывает разговор с Навуфеем. Это показывает всю сущность Ахава. И в 7-м стихе, 6-й и 7-й стих, он пересказывает разговор своей жене. Он сказал ей, 6-й стих, «Когда я стал говорить Навуфею, изриэлитянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него, тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего». То есть в глазах Ахава это был всего лишь вопрос имущества. И он не сказал, что Навуфея пояснил ему причину, почему он не отдаст. Навуфей сказал, «Я не отдам тебе, потому что это наследие моих отцов, я не могу его отдать. Это не продается, это не меняется, это не подлежит какой-то тасовке и манипуляции». Но Ахав этого не услышал. Он услышал только одно, что он не хотел решить этот деловой вопрос. Вероятно, даже Ахав подумал или преподнес это так, что Навуфей человек с дурным характером, заносчивый, может быть, гордый, который что-то там, на моей территории, не хочет делать, как я ему предложил. Я чуть ли не унизился, пришел, сделал ему хорошее предложение, я думал, Бог его поднимет через меня. Наверное, Ахав так думал. Но он упустил один момент. Это было наследие, а не имущество. И он сегодня, знаете, говорит, это Изавель, вот когда мы сегодня читаем, прямо эта картина, как стоит перед нами. Изавель слушала это и отвечает ему интересные вещи. Седьмой стих. «И сказала ему Изавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал. Встань, ешь хлеб, будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфе из рейлетянина». То есть Изавель говорит, это же царство наше, что ж мы тут будем, как мы тут будем править, если каждый вот такой Навуфей будет развиваться, видите ли, в своем наследии. Это все наше, потому что это происходит в нашей церкви, в нашей территории. Вы знаете, я хочу отлезть все чуть-чуть от церкви и привести примеры, которые случаются в обычных государствах, в странах, там, где правят какие-то правители. Например, часто правитель, который стоит у власти, он вдруг начинает почему-то думать о своей стране, как о своей собственности. Он начинает думать, что он может взять, отнять у тебя бизнес, потому что он находится на территории подчиненной ему страны. Ему все равно, что ты в этом винограднике, в этом бизнесе, там, полагал свои силы, там, трудился, что-то делал. Ему все равно, что он даже не думает о том, что есть в тебе какая-то жила предпринимательская. Он начинает думать, что ты разбогател только потому, что ты находишься в его стране. Ахав, он не видел, что здесь должен быть виноградник. У него было такое видение, что здесь должны расти помидоры. И ты внутри себя думаешь, ну подожди, у меня есть мое наследие, у меня есть мой виноградник, я прилагаю туда силы, почему здесь должны расти помидоры? Но это моя территория, говорит Ахав вместе со своей женой Изавели. Если мы будем слушать и прислушиваться к тебе, наша власть, она не будет такой сильной, мы тогда не сможем манипулировать этими наследиями, манипулировать этими виноградниками, переставлять их, как нам задумается. Все люди должны понимать, что своим наследием, что своими виноградниками они обязаны нам. Все это происходит лишь потому, что Ахав и Изавель, вот это знаете, как два персонажа в одном, власть, она не понимает, что у тебя есть права, которые не связаны вообще с их, я извиняюсь, служением или властью, что у тебя есть определенные духовные дары, что у тебя есть определенные духовные, данные Богом вообще, тебе, лично. Вот эти виноградники, они считают, что все, что есть на их территории, оно продается, покупается, переставляется, передвигается, все как, ну вот просто, как им захочется. И вот, что делают эти люди дальше. Естественно, они пытаются создать какую-то духовную подоплеку. Я сейчас говорю о серьезных духовных вещах, есть вопрос наследия. Но вы думаете, Ахавы и Изавели, они просто так придут, просто так отнимут у тебя? Нет. Они обязательно найдут духовную причину или создадут духовную, я бы так сказал, ширму под свои действия. Что они делают? И вот царица Изавель, она говорит, берет своих людей, помощников и говорит, объявите пост. Пост? Ты нечестивая женщина, ты нечестивый правитель, ты пост объявляешь. Видите, она объявляет пост, делает духовный акт. Она понимает прекрасно, что Навуфей ничего плохого не сделал, ничего незаконного не сделал, за что можно было бы его там наказать или казнить. И она придумывает причину. Она объявляет пост и говорит, 10 стих, и против него, точнее, посадите Навуфея, когда объявите пост, посадите его в каком-то собрании, и пусть два негодных человека, это 9-10 стих, скажут, ты хулил Бога и царя. То есть у нас тут пост, мы тут все приближаемся к Богу, мы тут все служим духовно, а мы слышали, мы знаем, что ты такой человек, что ты вот хулил Бога и царя. А царь это он и есть. Вот это Тахав, муж ее. И что делает Езавель? Задумав убить Навуфея и отнять это наследие, то есть делать, каким надо, она берет и скрывает истинные свои намерения под очень духовной причиной. Вот так всегда происходит в церквях, где люди или руководители этой церкви уже забыли Бога. Они находят какую-то духовную причину, усматривают лживое какое-то обвинение в отношении людей, которые хотят развиваться в своем наследии. Они берут, собирают какой-то совет, может быть, команду, каждый по-разному это называет, где все начинают, или некоторые, начинают высказываться против такого человека, который посмел настаивать на чем-то там своем. Обычно в этих советах и обычно в этих обвинениях тебе никто не даст вообще оправдаться, что-то объяснить в свою сторону, потому что этот совет, как вы видите, вот это, объявите пост, пусть все видят, что это очень все духовно, что это имеет очень такое основание прямо, ну, такое Божье, потому что пост, мы Божьи люди, вот собрали совет, и тут такое дело, ты не такой, ты такой, ты такой, и все это ведется к тому, что явно ты что-то против лидера имеешь, и тебе там может много наговорить. И здесь написано в 13 стихе, что выступили два негодных человека, это были люди царя, царицы, это были его помощники, которые начали говорить на Навуфе то, во-первых, чего они не видели, не понимали до тех пор, пока им это не сказали. И вдруг Навуфе в один день оказался таким плохим, что ради него собрали пост, совет, и в конце концов забили камнями. Здесь написано в 13 стихе, что они вывели его за город, побили его камнями, и он умер. И об этом доложили Ахавус и Изавель, и вот Изавель приходит к Ахаву и говорит, я скажу так своими словами, говорит, теперь он нам не мешает, все, что тут могло быть его или его, все, теперь это все наше, это наша страна, и мы будем делать так, как нам нравится. И что происходит дальше? Бог всегда хочет расставить все точки в любой истории. Дальше Ахав вступает в наследие, которое он захватил вот таким способом. И самое интересное, что он считает, что все нормально, ну это ж мое царство. Он приходит в этот виноградник, где на Луфе трудился всю свою жизнь, где он силы тратил, ну Ахав за это не вспоминает, Изавель тоже. Он за это не вспоминает, потому что здесь все мое. Задумайтесь, дорогие друзья, когда у тебя есть твой удел, он приходит к тебе от Бога, ты начинаешь в нем преуспевать, ты тратишь годы своей жизни. Возможно, в эти моменты, в годы эти ты находишься в одной церкви или в другой, в каком-то движении со своим наследием. Тратишь годы своей жизни, потом в один момент вдруг, я знаю, что многих людей это касается, что многие люди пережили это, потом вдруг в один момент тебе говорят, а здесь ничего твоего нету. И вообще, ты теперь не нужен, мы тебя можем выгнать, ты такой, 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 мы тебя отлучаем, проклинаем, ты хулил Бога и Царя, вообще, ты там не христианин или еще какие-то слова. Говорят савдогон, ты сатана. И поэтому все то, в чем ты трудился, сейчас переходит в наши руки. Но это же на нашей территории все развивалось, это же как бы наша подведомственность, то есть наша территория, наш удел. Ну и что, что Бог тебе что-то дал. А мы сегодня постановили так, все, что находится на нашей территории, это наше. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, мы это видим в политике, мы это видим в церкви, мы это видим в любых вообще срезах нашего общества. когда тебе просто могут прийти там политические власти и сказать, ну и что, что у тебя Бог наградил тебя талантом зарабатывать миллионы. Ну и что, что ты уже 10 лет этим занимался. Сегодня мы хотим построить дороги, мосты, стадионы. Сегодня мы хотим, да мало ли чего мы хотим. Мы считаем, что тебе нужно пойти работать на завод. Смотри, как это почетно, вот как это было в Советском Союзе. Рабочий человек звучит гордо. То есть, я извиняюсь, но тебя начинают накручивать просто явно не заботясь не о твоем наследии, им все равно. Они говорят, мы на твоем наследии помидоры растить будем. Смотри, как здорово. А причина такая, Ахав там вначале, он говорит, потому что твой участок, он рядом с моим домом. Ну какой-то на Уфе будет растить виноградник рядом с моим домом. Рядом с моим домом должно быть то, что мне хочется. Я вам сейчас привожу политический пример, как у людей отбирают то, в чем они трудятся. Когда люди считают, что ну и что, что ты одарованный человек, ну и что, что ты талантливый человек, ну и что, что у тебя от природы есть какие-то права на свободу, на жизнь, на развитие. Ты живешь там, где я правитель. И это я решаю, где ты будешь полезен. И это я решаю, где ты нужен. И это я решаю, вообще, сколько стоит твой участок, твой виноградник. И вообще, у тебя есть цена, потому что я царь. И то же самое иногда происходит в церкви. Я вам просто разрисую такую интересную ситуацию. Представь себя, например, пастором или лидером домашней группы в какой-то церкви. Бог тебя призвал. Ты строишь царство Божие. Ты не строишь царство какого-то человека. Ты строишь царство Божие. Бог тебя призвал. Он дал тебе помазание. Это Бог дал тебе помазание. Ни один человек не может дать тебе помазание. И Бог дает тебе это наследие. При этом Он всегда тебе напоминает, говорит, каждый раз, когда ты принимаешь причастие, Помни, что это является возвещением смерти того, кто завещал тебе это наследие. Иисус является носителем всего, что приходит в твою жизнь. Будь то помазание, будь то исцеление, будь то процветание, чего угодно. И именно потому, что Иисус хочет дать это тебе и дал, он умер конкретно как завещатель, завещав, что это будет твое и дал тебе твое. Но сегодня какие-то люди, они говорят, у тебя там домашняя группа, у тебя там церковь или какой-то свой удел в служении. Да, мы у тебя можем это забрать, потому что это происходит на нашей территории. Дорогие друзья, я знаю, как много людей повелись просто, скажу по-простому, по-человечески, повелись на эту ложь. Они вдруг подумали, ну да, если я не буду теперь на территории этого государства, не буду на территории этой церкви, под покровительством этого царя, пастора, кем он там себя считает, от меня все это отступит. Давайте я вам приведу простую параллель. Если я бизнесмен, и сегодня я, например, занимаюсь бизнесом на территории одного государства, и вдруг это государство отняло у меня бизнес и говорит, теперь мы тебя выгоняем, едь из нашей страны, ты больше не будешь жить в этой стране, мы тебя лишаем всех возможностей. Я хочу вас спросить, а что этот человек перестанет быть бизнесменом? Или если какому-то художнику, поэту, творческому человеку в государстве, в котором он живет, вдруг говорят, или ему там не находится места, я хочу вас сегодня спросить, а что, реально его талант может забрать государство? Этот токен ты являешься внутри, это вообще не имеет никакого отношения ни к каким людям. И сейчас я говорил за государство, точно так же и в церкви. Если ты призванный пастор, если ты призванный лидер, если ты призванный пророк, да кто угодно, кем бы ты ни был в церкви, дорогой друг, я хочу тебе сказать, если только ты будешь смелым, если только ты не будешь верить в эту ложь, а хава с язовелью, которые пытаются давлять над тобой, знай одну вещь, где бы ты ни оказался, в какой бы церкви ты ни был, везде твое наследие даст о себе знать. Если ты лидер, просто будь смелым. Ты сегодня можешь войти в любую церковь, ты сегодня можешь начать свою церковь, ты сегодня можешь двигаться в своем призвании. Ахав и язовель – это люди, которые хотят завладеть твоим. Какие у них есть инструменты? Оболгать, проклясть, то есть добиться так, чтобы ты духовно умер. Но я тебе хочу сказать, Бог не смотрит на это, разведя руками. Дальше эта история имеет продолжение, где на сцене этих действий появляется Божий человек, суровый Божий человек. И он высвобождает пророчество на жизнь Ахава. Ахав пришел в этот виноградник посмотреть на свое новое владение и гулял там. И вдруг появляется Божий пророк. В 17 стихе это описывается. «И было слово Господник Ильи Фесвитянину. Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике на Уфе, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, и скажи ему». Вы послушайте, что Бог говорит. «Так, говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство». И дальше продолжает и возвещает суд на Ахава и Изавель. Он говорит, «На том месте, где псы лизали кровь на Уфея, псы будут лизать и твою кровь». А дальше он там еще говорит, что «А Изавель, жену твою, съедят псы». В 23 стихе. Я тебе хочу сегодня сказать, просто уже подводя итог всему, что я сказал. Дорогой друг, твое наследие во Христе, оно охраняется самим Христом. Бог очень пристально смотрит на то, как ведет себя по отношению к твоему наследию, поставленный над определенной территорией человек, над определенной церковью. И Бог, он возвещает суд на Ахава и Изавель. Он говорит, что на том месте, где псы лизали кровь на Уфея, они будут лизать кровь Ахава. А Изавель, твою жену, съедят псы. Как это довольно мрачно звучит. И дальше он говорит, «Я наведу на тебя беды». В 20 стихе говорит, «Ты предался тому, чтобы делать неугодное в очах Господа». Сегодня я не хочу много говорить за Ахава и Изавель. Я хочу сказать за тебя, дорогой друг. Тебе нужно охранять свое наследие. Тебе нужно всегда смотреть, кто и что предлагает тебе, независимо от того, насколько велик этот человек в твоих глазах. Кто и что предлагает тебе взамен на то, к чему ты призван. Итак, дорогие друзья, хочется подвести краткий итог этого учения. Хочу сказать, что есть следующие персонажи, которые мы увидели в этой истории. Во-первых, конечно же, это благочестивый науфей, который не согласился за более серьезную позицию и деньги, успех продать свое наследие. И вывод такой. Тебе важно понимать, кто ты во Христе и что принадлежит тебе. Потому что, если ты будешь таким человеком, которому что-то дал Ахав или Изавель, если ты вдруг допустишь в свою жизнь мысль, что то, что есть у тебя от Бога, это дал тебе какой-то человек, я тебе скажу, что тебя ждет. Здесь в этой истории упоминаются эти персонажи, которые однажды продали свое наследие в угоду царю. Возможно, ты их здесь не заметил, но я хочу обратить твое внимание. Это те самые негодные люди, которые клеветали на науфея. Есть в команде вот таких Ахавов и Изавелей, в их команде, среди их помощников, люди, готовые на все, что угодно. Почему? Потому что их позиция, их наследие, оно продано. Они полностью зависят от И Изавели и Ахава. Им все равно, что говорить, на кого говорить. Они будут дружить с теми, с кем скажет Ахав. Они будут ненавидеть тех, о ком скажет Изавель. Это люди, которые лишены в Боге всякого наследия. Это бездуховные люди. Хотя, как видите, они очень послушны. Они очень стремительно выполняют все, что говорит им поставленный над ними человек. Я верю, что сегодня ты не такой человек. Но я хочу тебе сказать, дорогой друг, если ты сейчас в позиции науфея, если ты сейчас находишься в позиции борьбы за свое наследие, наследие в Боге, если ты видишь, что на тебя оказывается такое давление, или ты находишься в страхе. Я потеряю свое исцеление. В мою жизнь ворвутся бесы. Я пойду в ад, если я вдруг откажу Ахаву. Дорогой друг, пусть это слово, которое сказал Бог на жизнь Ахава, держит тебя во все дни. Везде, где такой Ахав или Иезавель прольет твою кровь, на том же самом месте, в такой же самой ситуации, псы, я имею ввиду бесы, будут лизать кровь этих Ахавов и Иезавелей. Ты под защитой, мой дорогой друг. Я скажу тебе, дорогой мой друг, чем закончила жизнь Иезавели. Иезавель съели собаки, точно как предсказал Господь. Но прежде чем ее съели собаки, собственные слуги, возможно, даже те, кто еще недавно клеветал на Навуфея по ее приказу, они сбросили ее с окна. Поэтому, когда ты видишь иногда людей, которые окружают вот таких Ахавов и Иезавели, готовы выполнить любой их приказ, часто эти люди окажутся теми же, кто потом, когда это будет выгодно, угодно, когда они увидят, что контроль Иезавели ослаб, в силу каких-то независящих от нее обстоятельств, они предадут. И Ахава предадут, и Иезавель предадут. И выбросят ее на съедение тем же бесам, которыми еще недавно она пугала простых людей. Посмотри на всех этих персонажей, друг. Посмотри очень внимательно. Но главный персонаж, самый главный персонаж этой истории, не Навуфей, а тот, о котором я тебе хочу сегодня в заключении сказать. Главный персонаж этой истории, это тот, о ком Навуфей сказал, рассказывая про свой виноградник. Он сказал, это наследие моего отца. И именно этот отец является главным в этой истории. Он оставил своему сыну великое наследие. Он оставил своему сыну после своей смерти этот удел. И сегодня я хочу сказать тебе, что Иисус это и есть этот отец, который дал тебе этот удел. Никто не может отнять у тебя. Сегодня его кровь, которую ты принимаешь во время причастия, это свидетельство того, что ты наследник, что ты призванный Божий человек. Это сделал не Ахав, это сделал не Изавель, это сделал Иисус. И в заключении я напомню вам слова Павла, которые он сказал о себе. Послушайте, дорогие друзья, Павел был настоящим апостолом, который написал треть Нового Завета. Человек, который покорил Христу Азию, человек, который писал эти письма к людям, которых он привел к покаянию, которые родились из-за его благовестия. Но тем не менее, он говорил им эти слова. Если вы спорите, к какому человеку вы относитесь в своей жизни, вы плотские. Если вы сегодня говорите, я Павлов, я Петров, я Аполлосов, да кто угодно. Говорит, вы просто ничего не поняли. Вы живете в измерении материального мира, где всегда есть какая-то организация и принадлежность. И он говорит, разве я распялся за вас? Разве я завещал вам это? И он говорит, я всего лишь, внимательно, не целый, а всего лишь служитель, через которого это произошло. Притом потому, что каждому из вас это дал Бог. Он умолил свою роль в этом наследии до минимума. И сегодня мы видим, как часто эти понятия, они извращаются. когда какие-то люди умоляют Божие наследие и считают, что это они и являются теми людьми, из-за которых это пришло в твою жизнь. Храни свое наследие, мой друг. Знай, кто ты. Защищай его. Будь таким человеком, как Навуфей, который ради этой правды согласился даже противостоять царю. Согласился даже быть оклеветанным, оплеванным, убитым, изгнанным, но не уступил наследие. И я тебе хочу сказать, в какое наследие вступил сегодня Навуфей, за которого мы говорим. Наследие, выше которого нет. Его имя указано в Библии. О нем написано целая глава. И точно так же, если ты не будешь уступать своего наследия, конечный пункт твоего пребывания это вечность. Конечный пункт твоего пребывания это не какой-то успех в церкви или даже в твоей земной жизни. Конечный пункт твоего наследия это книга жизни. Это дела в вечности, которые отражаются эхом, когда ты ведешь себя подобно Навуфею. И это наследие у тебя точно никто не отнимет, даже если тебя изгонят, даже если тебя убьют. А я вам хочу сказать, что будут во все времена люди, которые убивая тебя, наследника Божьего, будут думать, что этим они служат Богу. Они будут считать, что цель, она оправдывает средства, что их какое-то безумное видение, которым они пытаются заразить тысячи людей, оно достойно твоей смерти. Они могут называть тебя шелухой, они могут называть тебя человеком, который противится, непослушный. Но я тебе хочу сказать, дорогой друг, не уступай своего наследия. И однажды, когда ты придешь на небеса, Бог откроет книгу, подобно тому, как мы сейчас открываем Библию и читаем про Навуфея, и зачитает твои дела. И ты увидишь возмездие, ты увидишь, как Бог на твоей стороне, как Он защищает тебя, как Он считает тебя своим сыном. Представьте, может быть, такую картину, если вдруг представить, что отец Навуфея видел это, ну, как бы со стороны, знаете, как иногда дети думают, что их умершие родители, они видят их с неба. Представьте эту ситуацию. И Библия нам говорит, что мы имеем великое облако свидетелей, которые наблюдают за нашим шествием в жизни. Вероятно, это души праведников, которые могут смотреть на нас. Представьте, отец Навуфея смотрел на него и гордился им. Представь, что, может быть, сегодня ты в поношении у людей, может быть, сегодня на тебя клевещут такие негодные люди, в догонку тебя проклинают. Но есть один, который смотрит на тебя и гордится тобой. Это умерший за тебя Иисус, за то, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был пастырем, не просто потому, что ты в каком-то движении, чтобы ты был лидером, не просто потому, что ты в какой-то церкви, чтобы ты всегда был таким человеком, который носит на себе помазание, независимо от того, где он находится. И я хочу тебе сказать, был один замечательный человек по имени Смит Вигглсворт. Этот человек веры, это апостол веры. И ты можешь изучить его биографию, и ты увидишь, этот апостол веры, Смит Вигглсворт, он был в разных движениях за всю свою жизнь. Он смело выходил на публику и говорил, однажды я принадлежал такой-то динаминации, они были в авангарде. Но потом Бог сказал, выйди оттуда. Потом я пришел к ребятам, которых называли ребята с языками, и мы говорили на иных языках, мы постигали какие-то духовные вещи. Но потом Бог сказал, выйди оттуда. И я, говорит, вышел. И он не видел ничего в этом предосудительного. Он нес на себе Божью силу, Божье наследие. Он тоже однажды был кем-то рожден. Он тоже жил на территориях, управляемых какими-то служителями. Но это не помешало ему стать тем, кем он стал. И пусть тебе, дорогой друг, ничего не помешает стать тем, кем Бог тебя призвал. В какой бы церкви ты ни находился, в какой бы динаминацию ты ни входил и ни выходил, внеси это с честью, не уступай никому. И пусть Бог тебя сильно благословит. Спасибо, мой друг, за твое внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok